Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхм. Мы продолжаем с вами изучать 18 главу книги Деяния апостолов. У нас пришел черед для ее второй части. В 17 стихе мы с вами находим такие слова. Тогда они схватили Сосфена, начальника синагоги, и избили его на виду у всех судей. Но Галеон не проявил к этому никакого интереса. Немного напомню, чем закончилась предыдущая часть. Дело в том, что Шауль вместе со своими спутниками оказался на суде у проконсола Галеона. Однако мы видим, что Галеон не стал вмешиваться в религиозные споры между иудеями и просто выгнал их. После чего и произошло то событие, о котором мы с вами прочитали. В нашем переводе стоит слово «они». В синодальном переводе вы наверняка читаете слово «эллины», что значит «греки». На самом деле в греческом языке здесь стоит слово «они» в смысле «все вместе» объединились и, получается, побили Сосфена, начальника синагоги. Мы с вами видели раньше, что в качестве начальника синагоги упоминался Крисп. Однако вполне может быть, что речь идет о так называемых старейшинах, которые были во многих синагогах. И когда синагога была большой, то и старейшин в ней было много. Впрочем, вполне может быть и так, что когда Крисп уверовал, о чем мы с вами читали выше, то Сосфен его сменил. Однако, если мы читаем послание к коринфянам апостола Шауля, мы тоже видим там упоминаемого Сосфена. И в данном случае речь уже идет о спутнике Шауля. То есть, по сути, это может означать тот факт, что Сосфен со временем уверовал в Мессию. Мы с вами прочитали, что они схватили его и избили. Причины текст нам не открывает, однако вполне может быть, что люди сочли, что их публично опозорили и выместили таким образом свою обиду на Сосфене. Однако вполне может быть и так, что речь идет о проявлении антисемитизма, поскольку греки нередко выражали антисемитские настроения. Судя по всему, проконсул решил в данном случае не вмешиваться и дать людям выпустить пар. В дальнейшем мы неоднократно видим картину, как политики или лидеры, руководители поступают подобным образом, принимая решение, что это есть меньше изол. Так или иначе, судя по всему, это отчасти сработало, потому что мы с вами читаем в 18 стихе такие слова. Шауль оставался там еще некоторое время, затем попрощался с братьями и отплыл в Сирию. Перед этим он остриг волосы в Кенхрее, поскольку дал обед. С ним были Прискила и Аквила. Мы с вами видим, что Шауль остается там еще некоторое время. Возможно, он понял, что ситуация уже не несет той большой опасности, которая была раньше и спокойно остается. Мы с вами читаем, что он остригает в Кенхрее волосы, поскольку дал обед. На страницах Священного Писания есть только один обед, который подразумевал отращивание волос. Это обед Назарейства. Дальше мы видим, что Шауль, по сути, направляется в Иерусалим, где приносит жертвы. То есть, видимо, это была жертва, которая была принята приносить по окончанию обеда. Правда, надо заметить, что в соответствии с заповедью, острижение и принесение жертвы приносилось вместе. Но не исключено, что Аллаха того времени допускала, что жертва могла приноситься позже, в том случае, если человек, дающий обед Назарея, был из евреев диаспоры, ибо очевидно, что для того, чтобы добраться до храма, ему нужно было довольно много времени. Так или иначе, это показывает нам, что он не оставил Тору. Напротив, даже став апостолом язычников и живя среди язычников, он продолжает соблюдать еврейские заповеди и традиции. Интересно, что в нашем переводе мы не находим слов, которые Шауля обращает к людям, с которыми расстается. Я должен обязательно встретить грядущий праздник в Иерушалайме. Дело в том, что далеко не во всех свитках эти слова есть, тогда как, например, в синодальном переводе мы их находим. О каком празднике идет речь? Об одном из тех праздников, которые называются Шло-Шар и Галим, то есть три праздника, которые называют паломническими, когда человек, еврей, должен был обязательно прийти в Иерусалим, дабы принести жертву. И это указывает нам на то, что Шауль продолжает соблюдать заповеди. В 22 стихе мы находим такие слова. «Высадившись в Кесарии, он направился в Иерушалайм и навестил мессианскую общину. Затем он спустился в Антиохию». Мы видим с вами, что Шауль посещает Иерушалайм. Наш текст использует слово «направился в Иерушалайм». Однако, если вы посмотрите греческий язык, то вы увидите, что там стоит слово, которое должно переводиться как «поднялся в Иерусалим». Как вы, возможно, знаете, это отображает идею древних евреев о том, что в Иерусалим восходят, так же, как в землю обитованную. При этом, если вы послушаете мои уроки понедельным главам, вы увидите, я довольно часто там повторяю, что когда еврей приходил в землю обитованную, он поднимался в нее, так даже, когда он уходил из земли обитованной, он спускался, о чем мы с вами и читаем. Затем он спустился в Антиохию. Таким образом, судя по всему, заканчивается второе путешествие Шауля. Он возвращается в Антиохию. Подобным образом, в дальнейшем он еще будет поступать во время своего третьего путешествия. В 24 стихе мы находим такие слова. «Тем временем в Эфес пришел еврей по имени Аполлос, уроженец Александрии. Он был очень красноречив, основательно знал Танах». Интересно, пришел некоторый человек из Александрии. Александрия была центром эллинистического иудаизма диаспоры. Именно там жил знаменитый философ Филон, который так и назывался, Александрийский. Кстати, возможно, что в тот период он был еще жив. Это был довольно большой еврейский город. Из пяти районов, которые были в этом городе, два занимали евреи. Помимо этого, там была крупнейшая библиотека, разрушенная в 699 году по пришествию Мессии. Что делало этот город основным академическим городом древности? Исторические источники говорят о том, что в Александрии даже был свой собственный храм, подобный Иерусалимскому храму. Помимо этого, мы, безусловно, знаем, что там была переведена Тора на греческий язык, перевод, который называется Септуагента, что произошло примерно за 200 лет до прихода Мессии. Кстати, все это повлияло и на развитие христианства. Здесь организовалась довольно большая академическая богословская школа, которая стремилась соединить богословие с философией. Впрочем, этот фактор сыграл и злую шутку, ибо на этом эксперименте породилось немало ересей. Помимо этого, понятно, что там и были центры по обучению риторики, и повлияло на то, что Аполлон был весьма красноречив. 25 стих открывает нам такие слова. Этот человек был осведомлен о пути Господа. Он правильно говорил и учил о Ишоа с огромным духовным рвением, зная только погружение Йоханана. На этот текст есть немало комментариев, иногда даже противоречивых. Я поделюсь с вами тем комментарием, который разделяю сам. Прежде всего, мы должны понимать, что когда Йоханан пришел на эту землю, проповедь его сводилась к идее, что народ должен покаяться, ибо приблизилось пришествие Мессии. По сути, он был тем самым глазом вопиющего в пустыне. Далее, когда Ишоа пришел в этот мир и продолжил проповедовать, он проповедовал покайтесь, ибо приблизилось Царствие Божие, указывая на то, что люди должны к этому моменту подготовиться. Все эти проповеди звучали еще до того, когда произошло ключевое событие, а именно смерть и воскресение Машеха, и уж тем более точно до того, как Дух Святой сошел на землю. Я допускаю, что Аполлос был одним из тех, который познакомился с учением Ишоа и, возможно, с ним лично в один из своих визитов в Иерусалим, возможно, на какой-нибудь из паломнических праздников. Наверняка проповедь Ишоа ему весьма понравилась. Почему? Потому что, вернувшись домой, он продолжал проповедовать о нем. Вполне мог и не слышать о смерти и воскресении. Так или иначе, мы с вами видим, что Прискила и Акила точнее объяснили ему пути Господни, и мы видим, что Аполлос с открытым сердцем принимает это наставление. 28 стих нам показывает. Так как он резко и убедительно спорил публично с неверующими евреями, доказывая с помощью Танаха, что Ишоа – мессия. Интересно. Получается, что Аполлос был весьма эффективен в Ахии. Почему? Потому что он использовал Танах. При этом он фокусировал свое внимание на то, что Ишоа является обещанным мессией и не распылялся на второстепенные вопросы. Я уже говорил, что очень часто этот мир пытается вовлечь нас в дискуссии на самые разные темы, будь то Триединство Божие или Второе Пришествие. Но все эти дискуссии не влияют на спасение верующих людей. Наша задача – сконцентрироваться на факте, что Ишоа является мессией и Господом. И таким образом, будучи нашей жертвой за грех, он может даровать нам прощение. Аполлос очень эффективно для доказательства этой точки зрения использовал Танах. По сути, мы должны делать то же самое, используя Писание, дабы достигать людей благою вестью. Вот такие замечательные мысли следуют из этой 18 главы. «Да благословит вас всех Господь!» Большим еще, Машех. Амин.